Что это побег, уже нет никаких сомнений. Токийская прокуратура сегодня утром спешно начала проверять, где же находится сидящий под домашним арестом в Токио экс-глава автоконцерна Рено-Ниссан Митсубиси Карлос Гон уже после того, как отовсюду шла информация о том, что обвиняемый в махинациях, бывший топ-менеджер автогиганта в понедельник вечером прибыл в Ливан. Вскоре это подтвердил и сам Гон. Информагентство приводит его слова. Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования. Ливан, потому что это историческая родина Гона. Его родители из Бейрута, хотя родился он в Бразилии, а по паспорту француз. О деталях бегства пока неизвестно, но установлено, что среди пассажиров, вылетавших накануне из Японии, он не значился. Из чего японские СМИ делают вывод, что Гон выехал по паспорту на имя другого человека. В Японии против него выдвинуто несколько серьезных обвинений в нарушении финансового законодательства на общую сумму свыше 100 миллионов долларов. Конечно, то, что он сделал непростительно, потому что это противоречит условиям освобождения под залог. Но чисто по-человечески я могу понять его чувства и его поступки. Дом Гона в Бейруте уже второй день под пристальным наблюдением журналистов. Сам он называет дело грязной игрой и заговором со стороны японского топ-менеджмента Nissan Motors, который за спиной Гона провел против него собственное расследование, сдал документы в прокуратуру, сам пошел на сделку со следствием и под предлогом деловой встречи пригласил его в Токио, где глава Nissan и был арестован по прилете прямо на борту своего бизнес-джета в ноябре прошлого года. Гон был помещен в одиночную камеру, спешно снят с поста председателя и выведен из состава совета директоров корпорации, которую он возглавлял почти 20 лет. Но в итоге со второй попытки он все же добился выхода под залог в апреле. Затем в июне были сообщения о том, что прокуратура выдвинула против него новое обвинение в незаконном присвоении около 3 миллионов долларов. Но после этого о гоне как будто забыли. Лишь в ноябре промелькнула информация о том, что ему позволили пообщаться по телефону с женой, по просьбе которой, кстати, президент Франции Эммануэль Макрон ранее лично обращался к японскому премьеру Синзо Абе с требованием обеспечить законные права французского гражданина. Предполагалось, что суд начнется не раньше марта 2020 года, но теперь нет никакой уверенности в том, что он вообще состоится. Wall Street Journal цитирует одного из ливанских друзей Гона. Он устал быть промышленно-политическим заключенным и утратил веру в справедливый суд Японии.